В новом выпуске инфоплатформы в центре объектива мы поговорим о опасности, которая нам всем грозит. Речь идет о том, что Россия собирается подставить Армению использовать бандитов Карабаха для новых провокаций против армянской государственности. Почти все эксперты в один голос бьют тревогу по причине непонятного молчания властей Армении насчет здания на улице Най-Ризарьяна, где многие десятилетия заседало никем не признанное в мире представительство Нагорно-Карабахской республики. Огромное, дорогое здание, по сути, государство за счет налогоплательщиков отдало преступному карабахскому клану. Теперь этот клан оставил нас, карабахцев, без наших домов и кладбищ, без наших церквей и хачкаров. И на каком основании правительство Карабаха продолжает сидеть в этом здании? И на каком основании правительство Армении продолжает содержать это сборище негодяев и цыган в центре Еревана? Беженцы из Карабаха с каждым днем все больше задают вопросов, почему власти Армении лояльны с организованной преступностью Карабаха и почему власти Армении это здание не требуют освободить. Государство должно освободить здание в центре Еревана и использовать его так, как выгодно стране и народу Армении, как выгодно налогоплательщику республики Армения, а не позволять там бандитам из Карабаха задницы греть в кабинетах. Фейковые чиновники Карабаха там чувствуют себя вольготно и уже превратили это место в место драк и анархии. Давайте напомним, как себя тут чувствует предатель Самвел Шахраманян и его сброд убийц. Внимание на экран. Нет никаких сомнений, что если мы говорим, что нет никакой республики Арцах, то надо быть последовательными и не позволять России использовать это против нас. Издание надо освободить от клоунов и то же самое, кстати, говорит известный блогер из Карабаха Геворг Арстамян. Давайте посмотрим. Внимание на экран. Внимание на экран. Еще одна группа дармоедов и бандитов, которая продолжает сосать кровь бюджета Армении, это непонятные чиновники, сидящие в центре Москвы, посольстве Армении в России под названием «Представительство Арцаха в России» под руководством карабахского миллиардера Альберта Андриана, который 100% шпион ФСБ России и человек, назначенный на эту должность наркобароном Бако Саакяном. Альберт Андриан хорошо устроился на жирном месте и занял место в посольстве Армении в России. Призываем власти Армении задать вопрос, а какую пользу армянскому народу принесло это никем не признанное представительство в мире? Все карабахцы знают, что в этом месте собирают путем угроз бабло с рестораторов и других богатых карабахцев, чтобы платить дань преступному карабахскому клану. Эти люди в посольстве Армении последние пять лет угрожали нам блогерам, поддерживающим революцию и новую власть. Эти люди все эти годы слева ханкет писали против премьер-министра Никола Пашняна. И почему правительство Армении этих оборотней содержит за счет честного налогоплательщика Армении? Мы, карабахцы, призываем жестко наказать этих людей, а не продолжать кормить этих разжиревших на страданиях людей псевдочиновников, не существующие в фейковой республике Арцах. Так называемую республику Арцах, извините меня, они давно проспали и просрали, а продолжают строить из себя непонятных чиновников, сидя в здании посольства Армении в России. У нас отцы погибших работают таксистами, рабочими, чтобы деньги заработать своим потом. Так почему бандиты из Карабаха должны сидеть бесплатно в центре Еревана на улице Най-Резарьяна? Это несправедливо. Республика Армения суверенное государство и в суверенном государстве не может быть незаконных бандформирований. А все, кто себя именует чиновниками непонятного государства республика Арцах на территории Армении, это самозванцы и угрожают армянской государственности. Неужели вы все, господа, этого не понимаете? Все эти чиновники 35 лет транжирили деньги, которые в виде кредитов Армения давала Карабаху. И где отчеты? Премьер-министр Армении Никол Пашнян сам говорил, что вся эта бестолочь госаппарата Карабаха получила только за последние 5 лет от правительства Пашняна полтора миллиарда долларов. Нет сомнений, что часть денег они украли. Почему никто не арестован? Почему Армении не задают вопросы бандитам Карабаха? Если мы в Армении арестовываем человека за кражу одной коровы или одного миллиона драм, то почему закрываем глаза на кражу сотен миллионов долларов? Поймите, недавно мы жестко критиковали свекровь Сонный Рубинян, которая тоже имеет уголовные преступления и возвращает государству деньги. А чем карабахские чиновники лучше свекрови Сонный Рубинян? Если мы, свекровь Сонный Рубинян, за кражу государственных денег пилим и позорим в эфире, то почему карабахские чиновники не отвечают так же перед законом, как свекровь Сонный Рубинян? Поймите, это не только противоречие, это не только несправедливость, но это бомба замедленного действия. Эти деньги, деньги заработанные потом и честным трудом, и власть Армении должна спросить, откуда у экс-президентов Арцаха столько объектов? Какой имел право Аркадий Букасян или Араик Арутюнян иметь столько зданий в Армении? Почему молчат министры Пашиняна? Почему кто-то должен терять единственного сына и жить в однокомнатной квартире, а резервные шлюхи, жены и любовницы чиновников Карабаха имеют имущество на 1,2 миллиона долларов? Шлюха не может и не должна жить лучше обычной трудолюбивой женщины Республики Армения, и будьте добры это учитывать. Автор выпуска Роман Магдасарян, вы смотрели и слушали инфоплатформу в центре объектива.